12 июля 2019 года в Государственном музее усадьбы Астафьева «Русский Парнас» состоялось расширенное заседание Совета Фонда «История Отечества». Выбор усадьбы Астафьева стал не случайным. Во времена, когда владельцем имения был член Государственного Совета, сенатор, товарищ министра народного просвещения, поэт, литературный критик, историк, князь Петр Андреевич Вяземский, здесь собирался весь свет русской культуры. Перед началом основной части Сергей Нарышкин и остальные участники отправились на небольшую экскурсию по усадьбе. Это как раз в сборнике «Русского исторического общества» всего на 147, часть из них «Русский исторический» для тех, что главная выставка. Кроме того, председателю Российского исторического общества вручили памятные подарки – коллекцию монет и особое издание Карамзина. Открывая заседание, председатель РИО, председатель Совета Фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин напомнил, что задача по распространению и укреплению позиций русского языка в мире закреплена в концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом России Владимиром Владимировичем Путином. В продвижении русского языка занимался и Петр Артемьевич Вязинский, владелец усадьбы и доставки. Сегодня мы с удовольствием передали данный день его. Брюст, не редко бывая в Европе, он охотно давал уроки русского языка своим знакомым. Знакомо. Победились в русскую культуру и люди продолжали поддерживать нашу страну даже в годы ожесточенной Крымской войны. Обсуждение текущего положения русского языка в мире продемонстрировало, что эта тема представляет не только профессиональный интерес, но и вызывает личные переживания у участников мероприятий, государственных деятелей, руководителей крупнейших вузов и музеев, историков и ученых. Заседание прошло в чудесном месте, которое связано с историей русской литературы, с историей русской культуры, усадьбой Вязинских, в которой писал Крамзин большую часть своей истории государства российского для нас, для исторического общества. Место символическое. Здесь все пропитано духом наших великих предшественников. И хочется хоть в какой-то мере немножко соответствовать их памяти. Начало распространения русского языка – это не только сфера четверковная, это и сфера экономическая, сфера торговая, сфера больших денежных операций. И во многих грестяных грамотах в большинстве грамотах в XIX веке речь идет о коммерческих операциях. И русский язык начально был языком большой экономики, и археологические раскопки, в общем, по-многому расширили наше понимание сферы его использования, сферы его функционирования. Это был язык, который был постребован в новой экономической системе, которая устроилась вместе с образованием русского государства в XI-XII веках. Особое внимание председатель РИО обратил на ситуацию с положением русского языка на Украине и в Белоруссии. Конечно, особое внимание хотел бы обратить на ситуацию с положением русского языка на Украине и в Белоруссии. Прежде всего, потому что наши братские народы произошли от одного истока, как это убедительно доказал выдающийся украинский историк, академик Петр Петрович Толучин. Полагаю, что очень важно, чтобы русский язык, огняющий нас исторически, передавался там, в страны, в испуганение. Так было не всегда. В начале 20-го столетия мировое сообщество захлестнуло глобальная интеллектуальная мода на русский язык. Высокий международный статус за русским языком закрепили победа нашей страны в Великой Отечественной войне и пизданные достижения СССР в науке и технике. Глобальная интеллектуальная мода на русский язык возникла еще в начале 20-го столетия. Во многом этому способствовали два важных факта. Популярность наших великих классиков, Чехов, Достоевского, Толстого и в не меньшей степени события в Великой Отечественной революции, после которых часть века мембелита была вынуждена в один столетий. Благодаря этому мигранам, многие из которых отрели позднее всемирную известность, русская речь впервые как контрастно и четко звучала по всему городу. Как это, что не было. По окончании дискуссии Сергей Нарышкин обратил внимание на преграды, которые ряд зарубежных стран пытаются создавать России на пути распространения русской культуры. Скажу, что высокий кабинет одного государства, которое находится на другой стороне Атлантики, построена задача при так называемой мозговой центре, центрами соревновать систему инструментов, которые устанавливали барьерами для продвижения этой порции «Бессмертный Бог». В качестве еще одного важного элемента было названо сохранение русского языка во всех институтах ООН. Для Российского исторического общества, для Фонда истории Отечества здесь хватает своих задач. Об этом говорили тоже сегодня. Я в конце концов думаю, что даже те проекты по взаимодействию с иностранными историками, с молодыми историками, они тоже работают на продвижение, на распространение русского языка. Потому что если человек, иностранец занимается русской историей, читает на русском языке источники, конечно, ему нужно их понимать хорошо. В заседании Совета Фонда приняла участие секретарь общества русистов в Болгарии Румяна Михнева, для которой это мероприятие оказалось особенно приятным. Среди участников она встретила тех, с кем училась в МГУ. В этот же день председатель РИО Сергей Нарышкин передал музею-усадьбе бюст первого председателя русского исторического общества князя Петра Андреевича Вяземского, одного из владельцев усадьбы Остафьева. По завершению мероприятия участники заседания возложили цветы к памятнику Петру Андреевичу Вяземскому, отдав дань памяти и уважение этому человеку за оставленное им гуманитарное наследие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok